Всем привет! Хочу поделиться тактикой очередной против бота на острове Н или Эйч, как ему больше нравится. На этой карте существует две тактики. Это через два луча и флот. Если вы рассчитываете попасть в топ-50 легко, то лучше это ваш выбор. Если же хотите попасть в топ-10, то только флот. Мы хотим попасть в топ-10, поэтому играем через викингов и дельт. Два игрока начинают одинаково. Три центра снабжения, две электростанции. Все производим, строим на золотом пустье строительства. Вытягиваем второй двор к морю поближе. Улучшается штаб, ставим еще один центр снабжения. Итого четыре штуки больше нам не понадобится. Так как на этой карте на море очень много ресурсов, их нам вполне хватит. Ставим две верфи, одну улучшаем до второго уровня. А со второй заказываем дельту для сбора контейнеров. Штаб попутно улучшаем до третьего уровня, чтобы поставить третью верфь. А вторую улучшить до викингов также. Первый нюанс, в чем отличаются стороны. Обычно слева к игроку на первых минутах приплывает три аллигатора. К этому нужно быть готовым. Три викинга должны стоять ровно в линию, чтобы их встретить. И максимально быстро уничтожить без потерь. Правая сторона будет чуть полегче. Вот, слева уже нападают кайманы, а следом же прибывут аллигаторы. Справа, для атаки справа нам необходимо 6-7 викингов. Этого вполне хватит, чтобы проявить торпедки и зачистить береговую линию. Слева нам понадобится чуть больше викингов. Я рекомендую 8-9. Так как на берегу там стоят 4 пушки и очень много ягуаров. Вот, четвертая минута. Мой стерюзник встречает аллигаторов. У меня готово 5 викингов. Я атакую до четвертой минуты. Так как у меня хорошо прокачан флот и мне этого количества достаточно. Едет до заказ. Дозаказываем только дельты. Берег прикрываем стартовой армией и дельтами. С моря атакуем викингами. Все. Торпедки разрушены. Атакуем ягуаров викингами. Как можете видеть, я уже почти снес береговую линию. А мой союзник еще даже не нападает. Нет, не идеальная попытка, сразу говорю. Так как вот, видите, я поставил очень мало оборонительных сооружений. И мой штаб сейчас будет снесен армией бота. Все. Армия прибрежная из ягуаров снесена. Можем заезжать дельтами спокойно. И в это время викингов отправляем к союзнику. Так как его сторона сложнее. Ему нужна будет помощь в сносе армии и зданий. Здесь же мы спокойно можем оставить дельт на патруле. Они здесь сами зачистят базу. У союзника все хорошо. Он заезжает армией из дельт на холм. Моя армия и дозаказ добивают спадки бота. Викингами плывем. К левому краю. И зачищаем здесь ракетки и всю береговую линию. В общем, вот такая тактика. Достаточно простая. Но все же так же зависит от вашей прокачки. Прокачки флота. От умений. От количества умений. Ну и немножко везения. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Увидимся в игре. Продолжение следует...